Пора выпускных испытаний для школьников сейчас в самом разгаре. Одиннадцатиклассники уже сдали два из трех самых массовых экзаменов, которыми считаются математика, русский язык и, как правило, общество знания. Свои знания королевы точных наук ребята показали 30 мая. Свои силы в понимании общественных законов им предстоит продемонстрировать 14 числа. А вот самый главный гуманитарный экзамен, русский язык, случайно это совпадение или нет сказать сложно, школьники сдавали 6 июня, в день рождения Пушкина и день русского языка. Пожелали ребятам ни пуха, ни пера и мы. Какой сегодня помимо ЕГЭ праздник? День рождения Пушкина. Молодцы. С Богом и с Пушкиным у вас ни пуха, ни пера. Как бы ни менялись формы проведения экзаменов, сколько бы новой техники не следило за их честностью, неизменным остается многое, начиная от традиционного пожелания ни пуха, ни пера и не отвлекающей внимания черно-белой формы одежды, заканчивая мандражом, который испытывают те, чьи знания и подвергаются итоговому испытанию. А еще неизменно понимание важности знания русского языка для каждого русского человека. Некоторое волнение присутствует, хотя я и уверен, что я, в принципе, неплохо его знаю. Но, как говорится, не волнуются только мертвые. Знание русского необходимо каждому человеку, потому что все-таки это наш родной язык, мы на нем выросли, это один из красивейших языков в мире, и поэтому я считаю, что его необходимо знать хотя бы на три с плюсом. Готовь службу изначально года за два хотя бы, потому что за один день ты не выучишь всего того, что не выучил за два года. Сочинение декабрьское мы как-то написали, а тут то же самое, просто тест и все дополнительно. Подражалишнего нету? Есть. Почему-то у меня нет. Много было, прям трясло конкретно, а тут не очень. Ну, немного потрошивает. Ничего, напишем. 6 июня массовая сдача ЕГЭ по русскому языку для 489 школьников проходила в четырех пунктах города. В первом лицее этот важный госэкзамен пришли сдавать более 200 выпускников. Вместе с ребятами день Х переживают и их учителя. Для многих наставников это далеко не первый экзамен, и они уверены в своих детях. Для нас это уже не стресс, это уже рабочая ситуация, и дети к этому готовы, потому что мы неоднократно всю эту ситуацию переживали, сдавали и пробные экзамены, и свои экзамены сдавали. Поэтому это для них не новая ситуация. С апробацией они уже знакомы, теперь все зависит от них, какие у них знания. У всех ребят есть тяга и любовь к языку, они это понимают и осознают. И, конечно же, связь, то, что в этот день совпал экзамен, и день рождения Пушкина, и день рождения языка русского, день русского языка, это, конечно, знаковый день. Будем надеяться, что это поможет им. Николай Мазуренко по состоянию здоровья находился на домашнем обучении. Сдавать единый госэкзамен он приехал вместе со своими сверстниками, ведь его цель – получить высшее образование. Гораздо более заметно, как переживает мама Николая, которая приехала вместе с ним в пункт сдачи ЕГЭ. Переживаю очень сильно, конечно, но надеемся, что все будет хорошо. Готовимся, стараемся, репетитором занимаюсь, сам очень хорошо тренировался, по компьютеру репетиторов нашел. Ну, положительно относимся к ЕГЭ. Перед началом экзамена выпускники узнают, в какую аудиторию их распределили. На линейке перед школой эти аудитории формируются, и группы по очереди входят в помещение. Традиционный осмотр металлодетектором уже никого не пугает. Планка слегка попискивает в районе металлических застежек ремней. Кроме ремней, все, что вызывает подозрения детектора, собирается в специальной коробке и опечатывается. А подтвердившие свою личность данными паспорта дети проходят в аудитории. Стрелки часов неумолимо приближаются к десяти. Это время самое напряженное для организаторов ЕГЭ. Нужно загрузить экзаменационные задания, которые будут распечатаны прямо в аудитории. Проверить работоспособность камер видеонаблюдения, вещание из которых идет сразу в интернет, где за частностью экзамена следят общественные наблюдатели. И до выхода из школы последнего ребенка готова оказать первую помощь опытный медработник. А на входе в здание за безопасностью следит сотрудник отдела по делам несовершеннолетних. Как говорит народная мудрость, сложнее всего ждать и догонять. Напряжение и легкое волнение снимали в аудиториях шутками и улыбками. Уже через 3 часа 55 минут для этих ребят страх сдачи ЕГЭ по русскому останется только воспоминанием. У некоторых впереди еще несколько экзаменов, но благодаря системе ЕГЭ они станут последними испытаниями этого лета. Результаты тестов будут разосланы в УЗО страны, и в жизни вчерашних школьников начнется новый интересный студенческий этап жизни. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».